Молитесь всегда, Тихонич. 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 Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи мы оставляем важняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восстався от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свет, свят, свят, святçi Божие, богородица и помилуй нас. Слава отцу и сыну, святому духу, отодраясь на воздвигнуйся, Господи, умной просвети сердце, и усневая, и отверзивая, ежепетите святая Троица. Свят, 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 Аси Божий, Богородицу и помилуй нас! И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, Внезапно Судья приедет, и к Его же деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Аси Божий, Богородицу и помилуй нас! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! От сна восстав! Благодарю Тебя, святая Троица! Это многерая Твоя благость и благотерпение! Не прогнелся на ленивый и грешник, Убил меня с беззаконием моим, Но человеколюбцов, если обычно, И в ничайне лежащего воздвиг мне, Ииси. Во ежиутренне славословите державу Твою, И ныне, Владыка, просвети мои още мысленные, Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, И разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою, И петете о во исповедании сердечем, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков, аминь! Приидите поклонимся Цареве нашему Богу, Приидите поклонимся Христу Цареве Богу нашему, Приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве Четырнадцатый Псалом Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, Кто может обитать на святой горе Твоей, Тот, кто ходит непорочно и делает правду, И говорит истину в сердце своем, Кто не клевещет языком своим, Не делает искренним своему зла, И не принимает поношение на ближнего своего, Тот, в глазах которого презрен отверженный, Но который боящийся Господа славит, Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, Кто серебра своего не отдает в рост, И не принимает даров против невинного, Поступающий так не поколеблется вовек. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, Благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, И к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, Которые текут к Богу чужому. Я не возлью кровавых возлияний их, И не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего, И чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, И наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумившего меня, Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, Ибо Он одеснуй меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, И возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, Ибо Ты не оставишь души моей в аде, И не дашь святому Твоему увидеть ленье. Ты укажешь мне путь жизни, Полнота радости и при лицом Твоим, Блаженство в деснице Твоего век. Услышь, Господи, правду мою, Внемли воплю моему, Прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне доизыдет, Да возврат отче Твоей на правоту. Ты испытал сердце мое, Посетил меня ночью, Искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, Я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, Да не поколеблются стопы мои. К Тебе взываю я, Ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, Услышь слова мои. Я видивную милость Твою, Спаситель уплывающих на Тебя, От противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеница ока, В тени крыл Твоих укрой меня, От лица нечстивых нападающих на меня, От врагов души моей, окружающих меня. Они заключили стуки своем, Надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружает нас. Они устремили глаза свои, Чтобы не зложить меня на землю. Они подобно льву, Жаждущему добычи, Подобны скину, Сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, Предупреди их, не зложи их. Избавь душу мою От нечестивого мечом Твоим, От людей рукою Твоей, Господи, От людей мира, Которых удел в этой жизни, Которых чрево Ты наполняешь И сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты, И оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, Прободившись, буду насыщаться образом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Аминь! Многомилостивый, и всемилостив Бог мой, И Господь Иисус Христос, По Своему глюви сошел на землю, И воплотився, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя. Ибо, если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротах, и неизречены в милости, Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет, И не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спаса от отчаявшихся, То верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня. Но эта вера, да будет превыше всего, Да ответит за меня, да оправдает меня, Да и от причастникам славы Твои Вечной, И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что оторг мне от Твоих руки оградой, Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, Скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, Очерил Матери Моей. Спадай в меня, Господи, Возлюбить Тебя теперь та же, Как возлюбил и оказать свой тайный грех, И чтобы снова потрудиться для Тебя, Без лени, усердно, Как прежде потрудился с Атой непрещающим. Особенно же, потружу за Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, Во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь меня хранить Моя бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступить меня за невыздержание мое, Не дав возможности злому демону Починить мне себе преобладание Твоя смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, И выведи меня на путь спасения. О, Святую Ангелу Божий, Хранитель и покровитель бедной души и тела, Прости мне все, чем я оскорбил Тебя, Во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, Защити меня на настоящий день, И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не противить Бога никаким грехом, И молить за меня Господу, Чтобы Он утвердил в меня страхи своем, И сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, Своими святыми всесильными молитвами Отгонит меня смиренно несчастная раба Твоего, Уныние, забвение, неразумие, нерадение, Удалицы скверные, лукавые, И хульные помыслы из окна моего сердца, И помраченного ума моего, И погаси пламя моих страстей, Ибо я убог несчастен, И избавь меня от мегепагубных воспоминаний и помыслов, И освободи меня от всяких злодеяний, Ибо Тебя благословляют сироды, И причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, Ибо мы усердно к Вам прибегаем К скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, Обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего. Яко родила Иси Христа, Спаса Избавителя душам нашим. Непобедимые божественные силы, Щезнага Желтворящего Креста Господня, Не оставя на грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные дары Твое, Сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи помилуй, Отца моего духовного, Родителя и Сродника, Благодетель, Митрополита Иллариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимиры, И Глебу не дай погибнуть, Диаконах Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корниеля, Александра Деодора, Митрополита Тихона, И весь священнический иноческий чин, И высший истинный служитель, Миссионерам, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам, И буддистам, Иногда еще священника, Если угодно тебе, Смири власти и воинств твои, Наведи страх твой на них, И через них сотвори благое церкви твоей, И сохрани их от покушения на них, Умудри их издавать добрые законы, Дабы дали достойно жить людям, Дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира Дмитрия Дональда Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Где война идет, Господи, И научи нас ценить это мирное время, И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, Грядущим на всю вселенную, За отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, Боже наш, За тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продлил, И разум сохранил. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, И от непосильных искушений, Сохрани и защити нас здесь, И селение наше от пожара, От воров, От нечистой сил и живущих там. Андрей, Игоря, Игоря Серапима, И обрати Владимира, Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, Приши добрые жители с детьми, Любящими и знающими устав твой, Уставы святые, Аллилуйя, Сохрани школу, Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, Побуди всех на проповедь Евангелия всякой твари, Аллилуйя, Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Евгению, Анастасию, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимура, обрати, дай ему веру в Христову. Сергея, Сергея, Александра, Александра, Екатерину, Екатерину, Галину, И всех, с кем мы познакомились, Кому возвестили слово истины, Аллилуйя, Возри на угрозы врагов, На их безумие, Не помянись ей в судный день им, Ты даешь отдохновение от них в это время, Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Найди отступников, Возврати, Михаила, Николая, Александра, Юрию, Благослови, Максима, Аллилуйя! Посети благодетели наших, Воздаем добром все жизни и будущее, И Елену, Благослови, Людмилу, Обрати Евгения, Наталию, Василию, Надежду, Янилу, Татьяну, Аллилуйя! Посети болящих, Дай силу перенести страдания, И пошли мы в селение, Господи Божий наш, Валерия, Иллариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Надежду, Анну, Татьяну, Татьяну, Неанилу, Александру, Марию, Благодарю Тебя, Господи, За друзей и за врагов, За здоровье и за болезни, Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться на пользу, Аллилуйя! Найди все наше родство И обрати Евгению, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Татьяну, Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Возврати их жилищем, Их, Если угодно Тебе, Господи, Боже наш! Слава Тебе, Боже! Хвала Тебе! И сохрани наши сокровища в интернете! Воздай добром тем, Кто позволяет нам там быть! Защити, Господи! И благослови трудящихся и помогающих нам! Игоря, Юлию, Димитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Вячеслава, Содружество Его! Обрати Тимофея, Небесных усопших, Отец и братья наших! И же с верой и надеждой На воскресенье Отношедшие от жизни все родители, Сродники, Благодетели, Всех православных христиан! И сотворим вечную память, Вечный покой! Аллилуйя! Романа избавь от духа лжи! Благослови Виталия, Никиту, Даруй духовное рождение И желание трудиться в поте лица! Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного! Слава Тебе наш Бог Иегова! Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Саваок! Вся земля полна славы Его! Аллилуйя! Слава Вышних Богу! На земле мир в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобою и ожидания суда Божия! Благодарю за тот день, В который дал мне Святую Библию И указал на толкование святых отцов На каноны церкви! Аллилуйя! Воздай вечности всем, Трудившись над моей душой, Возрастанием ее в Тебе! Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну, Воздай им добром, Господи! Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими! Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешнем, Благодарю Тебя, Мой ангел! Сколько лет Ты хранил и защищал От видимых и невидимых опасностей! Прошу Тебя, Не покинешь смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела, И душу мою проведи по мытарствам Страшным и непонятным, И веди ее навеки в вечное Царство Христа, Бога нашего, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые пророки Божие! Я Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но Иосиф, Патриархи, Ездра, Нееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия, Ягиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь духом Пророческим Церковь Свою, Дабы день прихода, То наше отшествие Не заставлось Неготовыми, Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, С горящими светильниками Истинной веры, И сосудами, Полными или добрых дел, Соделых в Духе Святом С любовью, Аллилуйя! Ян Креститель, Претеща Христов, Моли Бога о нас, Но учи нас, Господи, Жите в бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым И довольным, Никогда не роптать, Никому не завидовать, Быть во всем экономным, Дабы было еще Уделять нуждающимся. Не страшиться Сарей и начальствующих И не участвовать В бесплодных делах Тьмы, но и обличать. Святитель Христов, Николы, Моли Бога о нас, Святые ангелы, Архангелы, Херувимы, Серапимы, Всенебесные силы, Престолу Божию предстоящие, Молите Бога о нас, Святые апостолы, Петр и Павел, Венгелисты, Матфей, Марк, Лукаян, Святые мученики, Мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Касмай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Ирон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон, Сорок святых мучеников, Царь, Николай, Святое царское семейство, Владимир, Венимин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, Да укрепи Господь наследие свое, Дабы никто не принял на чертание Зверя антихриста, Даруй добрую веру Вениамину, Анфиму и устрашие родителей За такое ложное воспитание, Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь и укрепит Святой православной вере, А замысел еретиков Разруши и в ничто преврати. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фёкла Первомущин, Сафатина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь Софии, Натальи, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитоя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Юник, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, Молчание, Соломудрие и стыдливость Женам и Девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины Семейства Евгении, Надежды, Светлана, Людмилы, Иоанны, И прими нашу молитву воздияния рук, Как жертву вечернюю благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Боже Всемогущий, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, И пролитой им крови за род человеческий. Прими нашу молитву, И исполни ее, О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их и помилуй, И благослови Терентий Екатерину, Тебе слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Дай веру и обрати Алексея блуждающего, Тебе слава за все вовеки. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. У Рахили сын нашелся, знаете? Слава Христу, знаем. Вас спрашивают, вы знаете, что у Рахили сын нашелся? Да, она мне написала, Благодаря вашим молитвам нашелся сын. Ну что моя молитва? Все молились. А потом молитва-то вообще ничего не значит. Ответ на молитву главное-то. В этом слове-то что скрывается? Нашелся, так дальше-то они вызвали-то не могут. Там что-то надо, этот паспорт обокрали его. Настолько все запутано, никто не знает, что делать. Собирать деньги надо или милиции. Ну, ясное дело, что от денег никто не откажется. Ну, только молимся. А как Бог устроит? Знаю, благодарю. Да, ясное дело. Да, ясное дело. А что у него снял, ясное дело. Милышев, что обокрали прийти. Ну, как кролик, это всё. Ну, как кролика, это всё, Кролика, это всё. Семнение, это всё. Кролика, это всё. Голубоглазки. 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 Слушай внимательно. Не дреми, не закрывай глаза, не ссылайся на болезни. Мы уже привыкли, так полумёртвые. Вроде ходим, а сами смердим. Давно уже. Не позволяй никогда тебя расслабляйся, встань, ходи там, глаза не закрывай, а я не спала, ну то есть уже вот это за сумеречное состояние, у Бога нет сумереч, у него есть тьма и свет, это я не ясно еще, тьма и свет, это же невеста, а куда сам сумеречный, ты тоже не спала, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Царство Небесное», рай, том 8, вопрос 2037. Что побуждало талантливых и глубоко верующих людей уходить в пустыню, и какой силой можно было заставить их выйти оттуда, и всегда ли причины выхода были приличны святым, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подобно какой-то эпидемии, недоброму наваждению было, да и осталось это поверье, что Бога можно задобрить только умерщвлением плоти в буквальном смысле, и что это возможно только в пустыне. Вызволить оттуда было нелегко этих самоотверженцев от призыва Божия идти на проповедь, но иногда их Бог выковыривал оттуда, и эти затворники творили апостольские чудеса на соборах, на диспутах. Но иногда отдельные насильники монастырей превращались в ярых насильников над чужой волей и жизнью. Епископ Фаретрий с отрядом монахов-омоновцев, в кавычках, с этой «черноризной» группой захвата караулил на крутых горных перевалах императорских претарианцев, чтобы отнять у них влекомого в ссылку Иоанна Златоуста и убить его. Убить, а не благословиться у него. Православный епископ и сугубо православный монахинь. Они же ведь убить хотели Иоанна, патриарха Константинопольского, как врага Божия, как еретика и оригениста. Ночи не спали и окружили имения, где скрывался Златоуст, чтобы сжечь его. Это всё было от кого? Они же подписывались «Смиренный Никон, смиренный Сергий». И царские воины докладывали, что им лучше попасть в руки диких и саврян, но только бы не в руки этих лиходеев-зверей в рясах. Читайте третий том творения Иоанна Златоуста. Но едва они выполнили поручение, от царя или свыше было такое им указание идти в мир. Затем они вновь скрывались, убегали в горы, открыли академии по обучению молодых, как зарыть талант. И как это зарыть и оправдать и поставить заслугу себе? Евангелие от Луки, 19 глава, 20 стих. Пришёл третий и сказал «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Эта болезнь ядовито расползлась тысячелетия, и потому православие на всех фронтах потерпело полное и окончательное поражение, самое лучшее, самое талантливое, самое ревностное хоронилось по благословению монахов высшего ранга. Сколько их там загублено, это только догадаться можно по житиям святых и на суде Божьем выявиться». Житие святого Василия Великого, память 1 января, цитата. «Василия же уговорил возвратиться к себе и в север архиепистот Кисарийский, примирившийся с ним в письме и просивший его помочь церкви, на которую ополчились ариане». Житие святого Исаакия, исповедника, 30 мая, его память, цитата. «Сей блаженный Исаакий первоначально подвязался в восточной пустыне, подражая святому Ильи пророку и проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении, поднятом арианами на церковь Божию, узнав также и о том, что и царь споспешенствовал распространению ереси, он весьма опечалился. Оставив пустыню, он пришел в Константинополь для того, чтобы утверждать верующих во благочестии. Слово его было подобно свече горящей. Дух Божий почивал на нем, и благодать небесная осеивала его. «Увидав своими очами великие беды, какие терпели верующие от зловерного царя его единомышленников, он молил Бога, прося его презреть с высоты престола своего, нагоним их неповинно и явить им милосердие свое, гордость же гонителей смирить». Конец цитаты. «Я верю в чудеса. Вот если бы со мною, как с Соломоном Бог заговорил, проси, чего ты хочешь. Я просьбой ни одной поля чудес своих тот час контурил. Не взяли, Господи, апостольское время хотя бы лет на десять в России повторить стеной из добрых пастырей, как было при Нееме, другими возрожденными Россию одарить. Пришли нам проповедников, апостолов и старца, ревнителей Христовой чудесной благодати. «Любили бы они не это…» «Тем нам страх, любовь к евангельскому слову, обуй нас всех в готовность идти благовестить. Смиряться, научи нас, гордых, непутевых, понять, не все то золото, что на попах блестит. Опять же, мы запутались, заложниками стали обрядности, условностей, богослужений длинных. Бормочим масло в масле, засаленное сало, по сорок раз без счета, Господи помилуй. Верни нам смысл и разум в церковное стояние, по-русски все до слова по храмовым служениям. Не на вершине мы вопим в глубокой яме, мы так и не сподобились числе быть оглашенных. Ты видишь, Иисусе, великий инквизитор с дикирием, дикирием кощунствует, кривляясь. Вот этот сон валютчиков, сыгравших паразитов, и проповеди нет, но точат только лясы. Нам не осилить эти заслуженные беды, не одолеть магизм движений и кружений. Похоже, мы живые, как мертвецы отпеты, плывем, подобно мусору, в почете лишь мошенник. Ответ на все запросы мне Библия открыла, что это все нам дал всесильный Иегова. Закон Христов отбросили, Остались без перилмы, И потому светильник наш в подвале, а не на кровле. 7 сентября 2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин тут не написан, но стиль его. Больше так вряд ли кто напишет. Книга «Открытым оком», том 21, тема «Царство Небесное. Рай». Вопрос 3414. «Какое понятие было в Ветхом Завете о Царстве Небесном?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Ветхом Завете все было неясно, а только как бы контур виден. Евангелие от Матфея 13 глава 17 стих. «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Послание к евреям святого апостола Павла 10 глава 1 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей». Даже в Новом Завете многое так и осталось неясным до конца. Первое послание к Алифтам 13 глава 12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я от счастья, а тогда познаю подобно, как я познал». Но хотя прямо и не называлось Царством Небесным, но понятно же, что разумение о нем небольшое уже было. Первая книга про Липоменон 29.11. «Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Псалом 144.11. «Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твое». Книга Даниила 3 глава 55 стих. «Благословен Ты на престоле славы Царства Твоего, и прихвальный и превозносимый во веки». Псалом 144.13. «Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды». «Даже далеко не мудрец знал, что есть за пределом всего мира иное Царство». Евангелие от Луки 23 глава 42 стих. «И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Пророки Царства Божие называли другими словами, но знали, что Бог на высоте недоступен. Но чтобы так говорить о Царстве Небесном, Царстве Божием, как о месте, где можем быть сразу после смерти, это уже откроет людям новый завет через Иисуса Христа и его апостола». Книга пророка Исаии 57 глава 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духов, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». 32 раза говорится о Царстве Небесном в Новом Завете. Евангелие от Матфея 16 глава 19 стих. «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И 69 раз оно называется Царством Божиим. Евангелие от Луки 22 глава 18 стих. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». «Иногда Царство называется Царством Отца». Евангелие от Матфея 13 глава 43 стих. «Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их». Второе послание Петра 1 глава 11 стих. «Так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам 2 глава 12 стих. «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое Царство и славу». И плакал Христос из божественных глаз, как самый прекрасный чистейший алмаз, катились слеза за слезой. На город великий, на город святой взирал он с душевной тоской, и нежным укором и страстной мольбой звучал его глаз. «О, если познать ты бы мог хоть в сей час, что служит тебе ко спасению и миру, но ты, ты кодишь золотому кумиру, а сердце твое от Творца далеко. О, город несчастный, о, сколько раз я, как птица, сбирает птенцов под себя, хотел и твоих чад собрать всех с любовью. Но ты, обогревший персты своей кровью, пророков невинных, ты сам не хотел и будет зато твой печален удел». И ныне опять горько плачет Христос. О чем? Вы хотели бы знать, что снова его заставляет страдать? Какая причина тех слез? Там, в вечно ликующем царстве Творца, где нет ни скорбей, ни тревог, о чем только может он плакать, твой Бог, что слезы стекают с лица? Скажу тебе, мир развращенный и злой, мир полный обмана, неверия пустой, он дорог в душе Всеблагого. Христос его любит, он хочет спасти и в Царство Отца Своего привести, всех, всех к послушанию готовых. Иисусу прискорбны злодейства людей, с небес он с тоскою взирает, и взором безмолвный он мир вопрошает. Тому ли учил я всей жизнью своей? Тому ли учил я? Зато ли страдал, что видеть вас снова в греховных цепях? Зато ли я кровь на кресте проливал, и гвозди пробили мне раны в руках? И плачет Христос из божественных глаз, как самый чистейший, прекрасный алмаз, катится слеза за слезой. Какою любовью он любит тебя, мы смертные тоже умеем рыдать, ведь в жизни приходится много страдать, и сердце не камень, конечно, но мы лишь жалеем себя бесконечно, до добрых друзей и знакомых порой, но кто б неподдельно оплакал слезой врага своего, ненавистника злого? Поистине нет, не найдется такого, я знаю, наверное, друзья, но наш Иисус, он себя не жалеет, он к миру участием горит, любовью к врагам своим он пламенеет, и всем он прощенье сулит. Он плачет о том, что народ не желает принять дар спасения его, упорно, со злобой слепой отвергает создание творца своего. Евгения Шарыпанова Адлантическая. А никто это не знает. Так, минутку, сейчас я... Водка, погоди, сейчас я... Если только они будут так делать, я буду по 4 выставлять, то это подобный нас не будет. Каждый день. В Имя Отца и Сына, и Святого Духа, Книга «Открытым оком». Тема «Царство небесное. Рай». Том 21. Вопрос 3421. «Если Бог один, то почему же тогда по-разному представляет себе загробный мир?» Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. «Потому что есть откровение Божие, а есть человеческое воображение. Откровение – это не книга Апокалипсис Иоанна Богослова, а то, что Бог открыл людям, показал невидимое». Евангелие от Монфея, 16 глава, 17 стих. «Тогда Иисус сказал Ему в ответ, «Блажен Ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли Тебе, это, но Отец Мой сущий на небесах». «Послание к евреям», 10 глава, 20 стих. «Который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». «Потустороннее, как принято говорить, находящееся в ином измерении, оно может быть понятно только откровением свыше». 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Истина одна, и все остальное, что не по Библии, есть дьявольское обольщение доверившихся сатане. Даже красиво и умно составленные похождения Геракла, даже путь Азириса и описание мусульманского рая, есть прелесть, как понимали все святые отцы. Так и все православные и особенно асочные католические картинки о том, что умершего грешника можно вызвать из тьмы вечный свет Христов через Церковь. Есть всего лишь благочестивое заблуждение невозрожденных душ и коростолюбие монахов и попов. А нужно было на все притязания понять и познать загробный мир, сказать, Евангелие от Матфея 16.23. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Есть еврейский журнал «Лехаимцев», и он сообщает. «Лехаим», номер 1, 2007 год, страница со 105 по 108. Цитата. Так, на последней странице брошюры «Америка. Источник терроризма» приведено пространное высказывание Аятоллы Хоймени, восхваляющее мученическую смерть шахада во имя Аллаха и Ислама. На обратной стороне обложки брошюры написано «О Аллах, я прибыл к Тебе, встречай меня довольным моими деяниями, я нуждаюсь в Твоих милосердий и жалости. Прими меня самым лучшим образом, сделай так, чтобы моя встреча с Тобой была приятной. «Желай встретить меня, и не дай мне, и дай мне смерть мученика шахада, как путь для нашей встречи». Кавычки закрыты. Спрашивается, чем же отличаются тогда православные молитвы за умерших от неправославных? «Но при всем при том у нас есть истинное откровение Божие, святая и вечная Библия, а у нас столько лихаинства в храме на покойниках, столько мертвецкой неправды». Пророк Ося, 4 глава, 8 стих. «Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Без веры в жертву Иисуса Христа, как Сына Божия, единородного от Отца, нет надежды на спасение». Послание к евреям, 9 глава, 27-28 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». «Одеждой белоснежной, и мир дам чудный мир душе больной твоей». Автор Шарипанова Забором «Очень умереть, и мир дам чудеса, и я стерок, география, и мир душе больной». «И Jinping» «И comprend' Субтитры делал DimaTorzok Царство Небесное, Рай, вопрос 3437 В церковной газете читал о трудах Архангела Гавриила и других небесных сил, чем они занимаются. Где про это можно подробнее прочитать и насколько верно описано это? Отвечает Игнает Тихонович Лапкин. Сами посудите. Вот газета «Лампада» номер 34 за апрель 2007 года, страница третья. Город Новоалтайск, улица Октябрьская, 517, телефон 22268. Цитата из газеты. На иконах Архангел Гавриил изображается с райской ветвью, принесенной им Деви Марии, или со светящимся фонарем вправо и зеркалом в левой руке. Архангел Гавриил вдохновил Моисея при написании книги «Бытия». Является праведной Анне с вестью о рождении от нее Девы Марии. Неотступно пребывал с Богородицей во время ее земной жизни. Явелся святому Иосифу Обручнику в Гефсиманском саду, где Иисус Христос молился, являлся и укреплял его предстраданиями. Жены мироносицы первыми услышали радостную весть о воскресении Христовом также от Архангела Гавриила. Конец. Цитаты, кавычки, закрываются. Про изображение умолчим, потому что фантазиям художников нет предела. Изобразив ангела, еще и напишут, что изображен в натуральную величину. Фонарь, ветку, да не иначе, как именно райскую в руку вложить, это же все можно сделать только с глубокого похмелья, что так свойственно русским изографам. Про Гавриила в Библии указано только в четырех стихах. Книга пророка Даниила, восьмая глава, шестнадцатый стих и девятая, двадцать первый. Даниилу пророку, Захарии, Лука, 1,19. Ангел сказал ему в ответ, Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сии. Деви Марии, Лука, 1,26. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Более ни единой строчки в Библии нет о Гаврииле, и при том он нигде не назван архангелом. Конечно, из нас наши басни уже не вытряхнуть. Мы же в православии не от Бога и Слова Божия учимся, а от, в кавычках, святых, выдумщиков, стилизаторов и житописателей, описывающих жизнь не только святых, от которых и следа записи нигде нет, от их современников, но и жизни, обязанности, небесных сил, как бы в выписке из трудовой книжки ангела. Архангела известно только два во всей Библии. Третья книга Ездры, 4 глава, 36 стих. На это отвечал мне и Еремиил, архангел. Когда исполнится число семян у вас, ибо Всевышний на весах взвесил вексий. Послание Иуды, 1, 9. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь». И один раз неизвестно, о каком архангеле сказано, 1 Фессалоникийсом 4, 16. «Потому что сам Господь при возвещении при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Все остальное, что архангел Гавриил Анне являлся, что с Девы Марии был 15 лет неотлучно, что Моисею якобы помогал при написании бытия, был у Осипа обручника и в Гефсиманском саду, все сие ни на чем не обосновано, и в то верить может только не знающий писание, тупо и упорно и уперто слепотствующий, в кавычках, православный. Подобных сочинителей хватало и в первом веке, и о них апостол Павел слышал и одним стихом снес всем им лживые головы. Послание к Колосянам 2.18 «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел безрассудно, надмиваясь плотским своим умом». Под пресс этого стиха попадают и небесная иерархия Дионисия Ариапагита и более позднейшие, в кавычках, «откровения» и «видения» архи суемудрствующих. Слово «епископ» вводит в Писание апостол Павел и всего лишь четыре раза. Послание к Филиппийцам 1.1 В первом послании к Тимофею 3.1.2 Послание к Титу 1.7 «Архиепископ, такого звания нет в Библии, но как рвутся епископы к этой приставке «архи», чтобы крестик на клобук отобразить? Если вы этим ответом не удовлетворились, то больше вам ни один человек на земном шаре не выставит. Позвоните в лампаду и узнайте про источники, откуда они взяли все написанное и дают свердым утверждение. В ответ будут только мычания и тыкания в пустоту мимо Библии. Апостолы же скажут в Деянии 15.24 «Мы услышали, что некоторые, видевшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали души, говоря...» Сергей, не гибели, а вышедшие. Ага, благодарю. Деяние 15.24 «Мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, чего мы им не поручали». Неправда ложь всегда была в почете не только у церковных попрошаек. Она прописана и у попов с ночевкой, и папы с патриархом будут шамкать. А лжец, как ведаем, сроднилась с супостатом, сумевшего треть ангелов склонить. С клеветником рогатым и хвостатым в искусстве лжи он истинно велик. Практически нет сферы на планете, нет чистого святого уголка, где икосы, акафисты, непеты, неправде с прибылью хотя бы и слегка. Сектанты все до самого святого у лжи пристойно и крепко на аркане, они сознательно вне церкви с копом тонут. Кургу замыслят с Библии в кармане. В любой главе стихею запятой, упрямством затрамбованная узость, в достигнутом у эритиков застой, посты отвергнув, услаждают пузо. Да что и говорить о злых эритиках, перекрестить лба никак не могут, когда в монастырях и даже в алтарях на ладане промасленный дает неправды много, на ладане просмоленный дает неправды много. Сокрыли Библию всей правде вопреки, богослужением длинным затемнили, и слово Божие, понятное нет строки, в традициях завязли, словно выли. Нам про царей, газетчиков, врачей, администраторов, милицию, судей надуют в уши пламенных речей. Лжец на лжеце, и то ли еще будет. Христос есть истина, и нет ни правды в нем, ни порошинки, даже полпылинки. Пусть дух святой повыржет ложь огнем, и даже в мыслях ложь к нам не прилипнет. 29 марта 2007 год, Игнатий Лапкин сшитая, здоровая и ласковая. Книга «Открытым оком», тема «Царство небесное, рай», Том 22, вопрос 3473. Профессор Осипов утверждает, что спасенных в раю будет намного больше, чем думают некоторые фанатики, и это только потому, что в аду будут, по его мнению и учению, именно и только те, кто уже и в аду не захочет принять условия Бога и перейти в рай. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Передо мной его может последний труд. Посмертная жизнь души Алексея Ильича Осипова. Беседы современного богослова «Даниловский благовестник», 2005 год, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея Второго, тираж 30 тысяч экземпляров, 128 страница. На обратной стороне обложки автор Алексей Ильич со скромной улыбкой в галстуке и тщательно выбритый. Явно, что отроку сему за 60 лет. И как эпиграф ко всей брошюре книжится его же головное изречение. Цитата. «Бог не нарушает нашей свободы, и потому двери ада могут быть заперты только изнутри самими его обитателями. Там остаются только те, которые сами не захотели или не захотят из него выйти». Кавычки закрыты. Стоит прокомментировать хотя бы этот перл. «Здесь, что ни слово, то греховное дьявольское обольщение. Да кто же не захочет выйти из ада из огня? Но вот долговременный профессор про то хорошо знает, как будто только что вернулся из командировки в ад, куда его патриархия командирует по три раза на дню. И слово «только», повторенное дважды в двух строчках, выбивает всякую надежду на исправление. Кто же этим «только», кто же к этим «только» захочет прислониться? Да неужели господин Осипов никогда не держал в руках Евангелие от Луки? Неужели он не слышал от самого Господа нашего Иисуса Ховеста, что в аду хотят перейти вместо прохлады самые отъявленные негодяи? Но нет там послабления и нет там пользы от раскаяния, как говорит великий златоуст. Евангелие от Луки 16, глава 26 стих. «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». 2 Коринфянам 5, 10. И во всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Притом грешники уже на суде Божьем будут осознавать прошлые свои заблуждения и делать сравнение своей жизни с жизнью оскорбляемого ими праведника. Но надежды им выйти из мучения при всем их желании нет, ибо заперты будут двери снаружи, а не изнутри, как суесловит бритый профессор лжи. Премудрость Соломона, 5 глава, с 3 по 9 стих. «И раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчу и поругании. Безумный, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную, как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми. Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием. Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Будут проситься в рай преступники, отвергшие Христа при жизни, но все тщетно. После смерти покаяние уже не имеет никакой силы. Евангелие от Луки 13.25 Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ «Не знаю вас, откуда вы!» По Осипову же в рай не войдут только те, кто отвергает Христа и после нахождения в аду. Чушь беспробудную гонит маститый свои слов профессор. Сколько же на этого профессора денег за всю его деятельность перевели в пустую. И сколько же душ он перепортил, изнасиловал своим званием знаниям. Книга пророка Даниила, 13 глава, 57 стих. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Яснейшие слова Божии Ильич насилует под свое бритое пустословие. Евангелие от Матфея 8, 11-12 «Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов». «И настолько будут желать попасть в рай те, кто жил нечисто, что начисто забудут свое нежелание быть в раю, а начнут свои заслуги мнимые приводить на память Христу, но в ответ услышат окончательный приговор, несмотря на их желание». Евангелие от Матфея, 17 глава, 22-23 стих. «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли именем им пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Книга Откровений, 9 глава, 6 стих. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Евангелие от Луки, 14-24. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Не хочется незнающим предстать. Аудитория в ответах захлебнется от вечности вопросы. Как обойти Христа? И те вопросы лектору сугубо не по росту. Они привыкшие при выслуге к почету и не обремененные потусторонним страхом лопочут и не зарят, где белое под черным, и Бога и Иегову путают с Аллахом. Ответы перлы от попов маститых, профессоров духовных академий, никто их не бросал в евангельское сито. Не разу и поймешь, какой подоризой демон. И столько белизны при адской черноте, прохлады своей мудреной в гиенском жаре, скуфейки в камеловке расхристанный стратег с превозношением, с гордостью на пару. А слушателей сон, раскрывших рот, под праздностью языческих шатаний, их экономии поток на ада дно увлек, приплюснутые ложью к правде не восстанут. При галстуке и бритый лиходей ворочает в прокуренных мозгах береха завалы, и прошлое такое же и никуда не деть. Кошмар святою Русью обозвали. Святая Библия, как откровение Божье, неведомо слепцам, попам и их такой же пастве. Меч Гедеона не выхвачен из заржавевших ножек, иначе не посмел бы так нагло враг напасть бы. Преуспевающих в религии делецов в пустыне пруд-пруди и много больше. Невежество, кормушка упитанных тельцов, слова разжиженные не приправят солью. Признание в незнании со ссылкой на Писание, о чем Бог умолчал, к чему в том наслаждаться, наполнили бы церковь не илом с карасями, а смелыми орлами с пренебесным счастьем. 29 июня 2007 год. Игнатий Лапкин. Две минуты отдых, продолжим. Игнатий Лапкин. Ну, не сильно, но дымит. Ну, не знаю. Не знаю пока, и надо посмотреть. Это все сделали мы там, коротко. Мы должны сходить наоборот. Он был там большой канал, потом уже клипы. Я смотрел, он на такой же подписчик канал. Он должен выбрать подписчик. Мне сейчас еще трудно рассказать, чтобы подождать. Ну, если отчасти закрывать, если ее там проверить надо, посмотреть, телефон закрывать, и телефон, как она дарится, или даже не сожжен, и не остался. Еще у нас там труба, неизвестно, подводами распилился одинек, и здесь заказывается. Здесь очень часто и чистые. Из-за поворота. Так просто начинает, что-то вы куда-то все себя отвлекаетесь, а вот такая пустота какая-то там встала туда. Я говорю, сейчас будет стихотворение, сейчас ты половину уже упустила. Зачем тогда высунуть? Тоже непонятно. Ну, закончилось, а тогда подошла сказка. Вот как маленькие ребятишки. Я над вами тут нянькаюсь, мне и время потерять не надо. Ну, ничего. Ну, не понимаете, надо отвечать или не надо? Вопросы. Какой ответ дадите? Отначально решить, надо или не надо отвечать? Ну, там один у меня какой-то татарин, татарская фамилия, вчера, сегодня. Такие люди, которые фальшивы, они никак не выходят. У него глазка нету, он не хочет по скайпу, а переписываясь, я тратил на него время. Ну, то начинает про Ария спрашивать, а если вы не ответите, то вы совсем не проповедник тогда. Там никто то еще начинает. Я его предупредил, что ко мне, даже он пишет, не чаще, один раз в неделю, а он за одну минуту раз в пять заходит. Я все раньше терпел, сегодня ночью накидал. Сейчас вот их еще, если залазит, я его сразу забаню, как называется, затолкую все. Ему не надо ничего. Ему скинул свои материалы, ему хватило бы это на три жизни. Но ему не надо это. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Открытым оком, том 23, вопрос 3514, тема Царство Небесное, рай. Евангелие от Матфея 25, глава 37 стих. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили. Когда так на суде страшно будут говорить безбожники, то тут понятно, они не верили в Бога, во имя Христа ничего не делали, и потому не видели Его и не узнали. Но как это же самое могут говорить те, которые все делали ради Иисуса, ожидали встречи с Ним, чаяли Царства и жизни будущего века, и вдруг такой же вопрос, как будто они Его вообще не знали в ушедшей жизни. Поясните. Вопрос по телефону из Центральной России. Отвечает Игнать Тихонович Лавкин. Апостол Павел так это поясняет. Первое послание Коринфянам, 13 глава 12 стих. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я от счастья, а тогда познаю, подобно как я познан. И Иоанн вводит нас в то же удивление. Первое Иоанна 3, 2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Говоря о суде Божьем, когда все человеческие подуги, 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 определить участь людей через анафемы и канонизации будут вовсе не нужны, и за них еще спросится, как предвосхищающих праведный суд Божий. Павел еще раз напоминает, что наши субъективные мнения вовсе могут и не быть объективными. Упор делает на высоту веры. И даже вера – это еще не видение собственными глазами. 2 Коринфянам 5, 7-10 стих. Ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и во дворица у Господа. И потому ревностно стараемся во дворя, если выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Помолившись утром, мы просим благословения у Бога. И просто невозможно постоянно помнить, воочию видеть в каждом, на ком ставим печать нашей доброты, конкретную личность Христа, которого еще и не видели ни разу. Да и трудно совместить реальную личность иногда чем-то нам и не симпатичную, с иконным ликом Христа. А иконный вовсе даже и не похож на настоящего Христа. Добро делали кому-то, какому-то туберкулезнику, зэку, сотревшей старушонке, врагу нашему, непримиримому. И вдруг проигранные вспять кадры нашей жизни на суде покажут, быть может, как под жесткими формами насущного грешника, в наличии окажется расплывчатый образ друга нашего и брата Христа Иисуса. И этот образ все ярче будет проявляться, и другая личность уже будет показана под той вшивой, хламидой нищего и бродяги. И взахарится душа. Так и там, и тут был ты, подобное и в стихах изложено и у писателей, как, ожидая Христа, женщина мыла и скребла полы, генеральную уборку устроила, торопясь успеть до обещавшего сегодня прийти к ней Иисуса и отвергла днем и нищего, и женщину с ребенком, и мальчишку-беспризорником. Ей некогда она ждала дорогого Христа, и только во сне она увидела его и услышала, что он сегодня приходил к ней трижды, и она его так и не приняла, не накормила, не успокоила, не обогрела. То-то было слез, и то ли еще будет, да не будет того с нами. Второе послание к Коринфянам, шестая глава, второй стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Подобно вспышки в черноте ночной, зигзаге молнии таинственной и грозной, так откровения Божьи их получит Ной, и Авраам к закату дней так поздно, и раз за разом через сотни лет распарывают темень верхоглядства с горы Синайской и с кустыни след. Обетования подкладывают ласки, гремят пророчества, и совесть будоражат, царей клеймят, священство обречают, избранники вступают в бой бесстрашно и источают гневные колчаны. Те стрелы, пущенные на царя Ахава, гремят на нынешних правителей безбожных, грабителей князей таких нахальных, и редко-редко моросящий дождик. Под крышкой Библии в едином переплете запас энергии на сотни лет вперед. Лекарства для души, конечно, и для плоти, и издали той Господь слезу отрет. Открою Библию, с молитвой постучусь к событиям, пророческим видениям, и сразу вспышки из далеких туч пророк свои лохмотья нас оденет. И не таясь, незримый для тогдашних их воплощение зырю, как на экране. По женской линии не прекращались шашни, к язычникам, к язычницам тянулись так упрямо. Шуршат страницы об ушедших скорбно, по строчкам, стежкам опущусь к ушедшим. Не любопытство ради для вопросов торба сравнить, какой же выход мне нашепчут. И каждый раз, закрывши книгу книг, наученный, измученный сочувствием к себе, тем больше пользы, чем серьезней вник. Их светом осиянный, избегну многих бед. 13 сентября 2007 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3840. Тема «Царство небесное. Рай». «Если бы все люди в отдельном государстве стали вдруг все верующие, и никто бы там не воровал, и все с полной отдачей сил стали работать, тогда слова в Господней молитве «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» имела бы другой смысл, потому что хлеба хватало бы всем и с избытком, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «То есть как, другой?» «В любом случае, эта молитва осталась бы в силе, потому что хотя бы все было и бесплатно, и на всех поровну, но земля родит, дождь мочит, ветер обдувает, солнце подогревает. Это-то все так же осталось не нашим, а Божьим даром». Так что, довольствуясь ималом, мы все равно должны голову поднимать от земли к верху, чтобы знать подателя всех благ и за его щедроты прославлять Создателя и Зиждителя. «Кроме того, под хлебом плотским скрыто и понимание нужды в хлебе небесном, то есть в Слове Божьем и в его разумении правильном. И речь нужно вести о хлебе, сшедшем с небес, подаваемом в пищу, о святом причастии. Так что сия молитва всегда должна быть искренней и переполненной заранее благодарностью хотя бы ничего на зубок не было». «На родину со службы воротясь, помещик молодой и любя во всем успехе собрал своих крестьян. Друзья, меж нами связь, залог утехи, пойдемте же, мои, осматривать поля. И преданность крестьян сей речью воспаляя, пошел он с ними купно. «Что ж здесь мое?» «Да все!» ответил голова. «Вот Тимофеева трава!» «Мошенник!» тот скричал. «Ты поступил преступно!» «Корысть мне недоступна!» «Чужого не ищу! Люблю свои права!» «Мою траву отдать, конечно, пожелаю, но эту...» «Мою траву отдать, конечно, пожалею, но эту возвратить немедля Тимофею». «Оказия сия по мне уж не нова!» «Антонов есть огонь, но нет того закону, чтобы всегда огонь принадлежал Антону». Прудков. Книга Деяний, 8 глава, с 30 по 32 стих. «Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. «А место из писания, которое он читал, было сие. Как овца ведел он был на заклане, и как агнец предстрекущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». «От города неотгороженное пространство есть. Я вижу там богатый, нищий, жрет мороженое за килограммом килограмм. На нем бастон, перчатки кожаные и замшевые сапоги. Богатый, нищий, жрет мороженое. Пусть жрет, пусть лопнет мы, враги». 1949 год. Эл Мартынов. Послание Якова, 4 глава, 2, 3 стих. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, перепираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». «Весь день звенит в ушах, пронзительный, как скрежет, гвоздей или грифелей, водимых по стеклу, высокий, жирный виск свинарника, где режет кабанщик боровов к пасхальному столу. Петлей поймают зад, за розовые уши из стойла вытащат, стараясь пасть зажать, и держат, навалясь, пока не станет глуше визжание и замрет над сердцем рукоять. И после на кострах соломенных щетину с овшами опалив, сгребут нагарный слой, льют воду ведрами и сальную трясину, по локоть пачкаясь, ворочают рукой. Помои красные меж челюстей, разжатых, спустивши, вывалят из живота мешок, и бабы бережно в корытах и ушатах стирают, как белье, пахучий ком кишок. Когда ж затопят печь на кухне и во мраке, апрельском вызвездит по ветру гай костра, как суку нюхаю во всех усадьб собаки сбегутся с ворами, чтобы грызься до утра. 1913 год, Зинкевич. Книга Второзакония, 32 глава, 15 стих. И уточнел Израиль и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Про Каремия, 5 глава, 28 стих. Сделались тучны, жирны, приступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда. Властители дум ненавидели власть, теперь же иные у них отношения, и новая власть им по вкусу пришлась, ирония вдруг поменяла мишени. И бывший бунтарь, затихающий бард, свободу свою не предавший ни разу, теперь комплименты выслушивать рад, не сразу поняв, что всучили награду. И Пушкина некогда царь приручал, да только напрасно, а нынешний гений, чем голос систему в сердцах раскачал, готов преклонить пред властью колени. Андрей Дементьев Книга Левитов, 19 глава, 15 стих Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угрожай лицу великого по правде суди ближнего твоего. Галатам 1.10 У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога, людям ли угождать стараюсь. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Всегда в порядке, добрые, приятные, удобные, они со всеми ладят, и жизнь вдоль шерстки гладят их заповедь, смирение, их речи, повторения, сияние улыбок, признания ошибок. А я люблю неистовых, непримиримых, искренних, упрямых, невезучих, из племени колючих. Их мучают сомнения и собственные мнения, но сердца их в ответе за все, что есть на свете. Не берегут колючие свое благополучие, и сами лезут в схватку, и режут правду матку. А если ошибаются, больнее ушибаются. 1963 год. Далматовский. Ах, тут, простите. Но сердца их в ответе за все, что есть на свете. Не берегут колючие свое благополучие, и сами лезут в схватку, и режут правду матку. А если ошибаются, больнее ушибаются, чем тот, кто был корыстен в опровержении истин. Не у природы ль учатся они своей колючести? Ведь там, где нежность скрыта, есть из шипов защита. Послание Иакова. 2 глава со 2 по 7 стихи. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или сади здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы, презрели бедного, не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Рабочий люд едва не весь на нашей родине без хлеба, хлеб наш насущный дашь нам днесь, так он голодный молит небо. Жемчужников. О, братья, хлеба беднякам в лихие дни нужны народной и хлеба умственного нам, стоящим вне толпы голодной утробной пищи, сыты мы, но без духовного питания, ослабли тощие умы бесплодны скудные познания. Хоть удается нам порой, пускаясь в хитрости обманы, прикрыть дешевой мишурой неблаговидные изъяны, хоть искусившись в похвале среди народов даже ныне мы поклоняемся себе, как между нечистью святыни. Но жизнь осветит темный путь и правду горькую откроет, разоблачив когда-нибудь, чего гордыня наша стоит. О, никогда и никому, кто льстит вам, братья, вы не верте, без пищи умственной уму грозит беда голодной смерти. Всем хлеба, хлеба беднякам в лихие дни нужды народной и хлеба умственного нам, стоящим вне толпы голодной. Книга притчи 28 глава, 23 стих. Обличающий человека найдет пользу после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Псалом 5, 10 стих. Ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба, гортань их открытый гроб языком своим льстят. через пару минут продолжу. Еще раз сказал, продолжить. Через пару минут продолжить. Через 2 минут продолжить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует... 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 Из дерева неведомого плод, беспечно и беспечно мы вкушаем. Нам и дела нет, кто возрастил его, кто посвящал ему и труд, и время, и о тебе не скажет ничего своим потомкам сдержанное племя. И с каждым днём окружена тесней, затеряна давно твоя могила, и память, благодарная друзей, дороги к ней не проторила. 1853 год. Некрасов. Прога Экклесиаста, 9 глава, 5 стих. Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Прога Римея, 17 глава, 13 стих. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Плачу и рыдаю, рвуся и страдаю, только лишь восполню смерть и час, и когда увижу, потерявша глаз, потерявша образ по скончании века, При ужасном гробе мёртвого человека. Не постигнут, Боже, тайны сей умы, что к такой злой доле, по Всевышней воле, сотворённым мы Божества рукою. Но, великий Боже, Ты и щедр, и прав, сколько нам не страшен смертный сей устав, дверь, минута смерти к вечному покою. 1760 год. Сумароков. Книга Сирахова, 42 глава, с 3 по 7 стихи. «О смерть! Отраден Твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обременённого заботы обо всём, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора, вспомни о предках Твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякою плотью». Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли или тысяча лет? В Аде нет исследования от времени жизни. Под землёй услышан ропот, тихий шелест, шорох, шёпот. Слышан в небе трубный глаз. «Брат, вставай же, будет нас!» Нет, темно ещё повсюду, спать хочу, и спать я буду. Не мешай же мне, молчи, в стену гроба не стучи. Ты заснёшь теперь уж поздно, зов раздался, слишком грозно, и встают вблизи, вдали, из развершейся земли, как из матерней утробы, мертвецы, покинув гробы. Не могу и не хочу, я закрыл глаза, молчу, не поверю я обману, я не встану, я не встану. Брат, мне стыдно, весь я пыль, пыли, тлены, смрад и гниль. Брат, мы Бога не обманем, все проснёмся, все мы встанем, все пойдём на страшный суд. Вот престол уже несут, Херувимы, Серафимы, вот наш царь Дареносимый. О, вставай же, рад не рад, все равно ты встанешь, брат. Дареносимый, носимый на копьях. Образ заимствован из древнеримской истории, подобно тому, как дружина поднимала на копьях стоящего на щите царя. Небесное воинство несёт на копьях Господа сил небесных. Это стихотворение принадлежит автору Мережсковскому. Послание к евреям, 2 глава, 14, 15, 18 стихи. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо как сам он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь. Весело бить вас, медведи почтенные, только до вас добираться не весело. Кучи ухабины ели бессменные, каждое дерево в ветви повесило. Каркает ворон над белой равниною, нищий в деревне задровни цепляется. Этой сплошной безотрадной картиною сердце подавлено, взор утомляется. Ой, надоела ты глушь новгородская, ой, истомила ты бедность крестьянская, то ли бы дело лошадка заводская, с полостью санки прогулка дворянская. Даже церквей здесь почти не имеется. Вот, наконец, впереди развлечения, что-то на белой поляне чернеется, что-то дымится, сгорело селение. Бедных, богатых, неразличающий, шутку огонь подшутил. Призабавную, только повсюду еще украшающий, освобожденную Русь православную. Столб уцелел, и на нем сохраняются строки. Деревня помещика Вечева. С лаем собаки на нас не бросаются. Думают, видно, украсть вам тут нечего. Так, а давно ли служили вы с верою, лаяли, злились до самозабвения, и на хребте своем шерсть черно-серую вставили дыбом в защиту селения? Да на обломках стены штукатуренной крайнего дома должно быть дворянского, видны портреты. Кутузов нахмуренный, блюхер бессменный, и бог забалканского. Лошади дрожит у плетня почернелого, куры бездомные с холоду ежатся, и на останках жилья погорелого. Люди, как черви, на трупе капошатся. 1863 год. Некрасов. Второе послание Коринфянам, первая глава, девятый стих. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Прок Исайя, пятая глава, восьмой стих. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Последнее стихотворение о Рюрик Ивне в 1891-1981 написал за несколько часов до смерти. Из-под ног уплывает земля. Это плохо и хорошо. Это значит, что мысленно я от нее далеко отошел. Это значит, что сердцу в груди стало тесно, как в темном углу. Это значит, что все впереди, но уже на другом берегу. Книга Иова, седьмая глава, семнадцатый стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Псалом 143-й, третий стих. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Пророк Исаия, 10 глава, 15 стих. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстанет против того, кто поднимает его? Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Благодарю за внимание. Спаси всех, Христос. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Спасибо. Продолжение следует...